коллеги всем добрый день сегодня записываю для вас видео обзор по альткоинам будет большой видеоролик тем коды есть прикрепленном комментарии к этому видео обзору записываю обзор воскресенье вы его увидите утром в понедельник из серии 2021 был видеоролик большой по монетам ripple zcash dash link light coin тезис монеры и atom этот видеоролик будет актуален сегодня завтра и возможно до конца этого года зоны направлены опять же на средний срок долго срок и для фиксации прибыли и для откупа в общем всем кому интересно эти монеты можете переходить смотреть о биткоину то движение которое мы увидели с вами субботу под утро я к нему вас готовил на протяжении полутора месяцев с выносом зоны дисбаланса с обновлением хаев середина сентября да то есть это как раз таки та зона где я отказался от шарта вот мы ее пробили в целом те кто шартили точку входа я показывал заранее были бы заработали по риск-менеджменту либо сейчас не потеряли на данном движении вверх далее видео обзор будет проводиться по торговой стратегии 80 на 20 истинные трендовые линии фибоначи также отмечу для вас актуальной зоны дисбаланса и зоны ликвидности перед видео обзором хотел бы ответить на вопрос который мне задает личное сообщение и в комментариях к видеороликам пишут на эту тему и это касается краткосрочной торговли скальпинга есть практикую или нет ответ да практикую есть торгую почему нет канала потому что ну для меня основная причина это то что скальпинг подразумевает максимальную концентрацию да то есть эта история не про то что ты торгуешь и параллельно успеваешь обедать смотреть телевизор и общаться в telegram канале да соответственно со своими подписчиками конечно нет при этом я выключаю telegram youtube выключая звук на телефоне и остаюсь один на один с монитором с биржей это основная для меня причина почему я не собираюсь сделать telegram канал по скальпингу вторая причина то что из 200 человек те кто сидят онлайн ну пусть будет даже 10 процентов человек 20 и из этих 20 кто успеет за сигналами ну я не значила к 10 максимум да вот поэтому а не будет канала с со скальпингом с краткосрочными сделками со сделками внутри дня для этого нужен опыт для этого нужна система у кого это есть то себя чувствовать неплохо и всегда будет чувствовать неплохо да и и так далее опять же момент психологии так далее на этом сейчас останавливаться я считаю что не следует плюс по платформам со сквизами с не сработавшимися стопами есть истории поближе beat mix поближе binance фьючерсы да соответственно это никуда не уходит вот поэтому с плечами нужно быть все равно в любом случае максимально аккуратным и отдавать себе отчет в том чем вы занимаетесь те кто торгует скальпинг я думаю это понимаю вот о платформе раз уж пошла речь об этом скажу честно откровенно я еще на выходных днях обратил внимание на одну из них это платформа digitex это платформа как раз таки для трейдинга фьючерсами с нулевой комиссии от платформы с очень высокой ликвидностью она создана для быстрого максимально эффективного трейдинга как раз таки в один клик тут очень удобный трейдерский привод про этот трейдерский привод и торговлю один клик мы еще конечно же поговорим я вам покажу как это все выглядит но на мой взгляд здесь все сделано максимально интересно и максимально для людей вот ну и нет верификации само собой анонимность наше все хотя она сейчас пропадает из многих топовых бирж возможно кстати вы слышали про кампейн man monday madness на digitex который прошел в прошлый понедельник так вот во время этого события торговый оборот на этой платформе составил 1 и 1 миллиард долларов за 24 часа больше только у биржи бинанс но это понятно там 1 и 3 миллиард но разница минимальная в сумасшедший понедельник трейдеры заработали миллион токенов от биржи digitex в этот понедельник маркетмейкеры снова потеряет миллион токенов и вы сможете стать одним из тех кто получит их либо я их получу да соответственно либо мы все с вами разделим сумасшедший понедельник это лучший день чтобы начать трейдить на именно на этой бирже на платформе digitex ведь именно в этот день повышается ликвидность что позволяет быстрее получить прибыль у вас есть ровно 24 часа на то чтобы добиться максимально выгода трейдинга на этой платформе начало сегодня в 15.00 по московскому киевскому времени ссылка будет в описании к этому видеоролику все как обычно пробуйте занимайтесь в общем сегодня под американскую сессию я попробую поторговать на этой платформе который вам только что показал ссылка будет еще раз напоминаю в описании кто хочет также вместе со мной попробовать заходите регистрируйтесь и торгуйте то что-то не поймет пишите в комментариях вопросы я постараюсь на них ответить давайте перейдем к первому альткоину это альткоин эфир по этой монете постараюсь максимально коротко потому что опять же ничего кардинально не изменилось видеоролик выходил еще 5 сентября двадцатого года то есть больше месяца назад тогда альткоин показал ту самую коррекцию который тоже предупреждал ранее от зоны 27 отбились пришли до трендовой линии пришли до 61.8 вот фибоначчи актуальная вот коррекция 61.8 вот отбой зона 27 в этом месте в этом месте в общем торгуемся мы сейчас у трендовых линий и у зоны поддержки трендовые линии исторические локальная зона поддержки также обуславливается зоной 61.8 уровень фибоначчи которую все прекрасно знают и я думаю считаются с ним даже если вы активно не торгуете по фибе ситуацию при которой можно назвать данную картину медвежий я не вижу убираем трендовые линии видим вполне исходящий тренд предположим да если убираем трендовые линии видим с вами импульс видим с вами просто навсего коррекцию коррекция 61.8 не может говорить о том что у нас какая-то прям глобальная смена трендов на нисходящий да это номер один по трендовым линиям здесь пока что вот прям в данный период времени неопределенность там необходимо пробить трендовую линию о чем я также говорил ранее мы сейчас этим и занимаемся на на трендовая выступала сопротивлением получается в этом месте да и сейчас на данный момент необходимо увидеть сетап закреплением сетап закреплением это пробой трендовые линии и соответственно нам необходимо увидеть еще пару-тройку дней но я думаю на этой неделе все разрешится с подтверждением первая цель краткосрок если смотреть это район 400 404 долларов ну 405 400 410 да то есть понятное дело сейчас цен цен доллару доллару я вам говорить не буду это нулевой уровень который также является сейчас на данный момент сопротивлением это очень бычий уровень да вот это уровень последнего импульсного движения поэтому конечно взять его для продолжения роста было бы весьма кстати для эфира давайте дальше перейду к зонам дисбаланса тоже ничего абсолютно не меняется какой-то кардинально новой информации я не озвучу вам зона интереса вблизи трусо 40 трусо долларов была озвучена своевременно заранее мы сюда пришли если вы здесь купили эфир рекомендация номер один не обольщаться да то есть не думать так что вот я купил эфир за 340 долларов это будет минимальная точка и дешевле не будет в этом году или там начале следующего года если вы торгуете опять же средний срок во первых вы это делаете на локальных хаях да во вторых покупая на хаях с целями на новые хаи без каких-то коротких небольших стопов либо без да как сказать без докупки до ниже то есть если вы допустим покупаете за 340 если вы это уже сделали да без стопа я так полагаю вы нацелены на то чтобы докупить его где вы это планируете делать то есть на этот вопрос вы должны сами себе ответить то есть не я за вас а вы почему потому что но покупка на эмоциях до за 340 если вы это сделали либо там за 350 долларов либо за 320 долларов просто потому что так хочется но это не ответ здесь я озвучу свою ситуацию я вижу зону интереса номер один который озвучивал она бесспорно остается пока что той которая отрабатывает данные движения данные отскоки это 340 долларов нижняя граница данной зоны это 308 310 долларов эта зона подтверждается трендовыми линиями и зоны 61 8 зона интереса номер два на который я буду естественно пристально обращать внимание и естественно покупать эфир это район зоны из баланса вблизи 260 долларов да то есть 260 долларов здесь есть конечно зоны на четырехчасовом таймфрейме в этом месте да но тем не менее тем не менее сейчас здесь очень много ликвидности здесь стопы здесь стопы под всеми лаями сейчас находится стоп лосс поэтому я не знаю через разворот либо будем дорисовывать здесь боковик и потом идти выше до или отбиваться от первых ближайших сопротивлений я думаю на стопах когда это случится когда будет пролив первая остановка будет как раз таки в район 260 долларов за один эфир то есть подытожим первая зона интерес мы сейчас здесь торгуемся отбиваемся если покупали будете покупать здесь я думаю стоит все-таки как-то сокращать убытки со стопами зала и либо рассчитывать на то что дадут более интересные цены следующая зона 260 долларов здесь я буду точно рассмотреть покупку и третья зона это уже район 200 долларов за один альткоин то есть это примерно диапазон цен вблизи вот этой трендовой линии которая идет от хаев июня 19 года . 2 крепится к февралю 20 года здесь мы стояли поджимались к этому сопротивлению да и через головы плечи здесь был пробой дошли до следующей трендовой линии образовали фибоначчи ушли от зоны 27 сейчас видим коррекцию как итог давайте еще раз подытожим эфир сейчас все еще находится в бычьей зоне все еще зоне buy если так можно выразиться до эфир отбивается от зоны поддержки то что вполне предсказуемо в районе 340 долларов с нижней границы 307 долларов если вы покупали здесь эфир я считаю вам необходимо сразу самим собой договориться об ограничении убытка либо вы ставите стоп-лосс без убыток потому что при дальнейшем движении при продолжавшемся так сказать при продолжении данного боковика мы здесь нарисуем очень серьезную зону ликвидности на стоп-лоссах при пробое которой мы можем улететь сразу в район 260 долларов это и есть следующая зона интереса где можно рассмотреть покупку если вы даже покупаете в три ордера это 340 долларов 260 долларов и третья зона на которую необходимо также не то чтобы надеяться но и учитывать это район 200 долларов за один альткоин эфир по целям для фиксации у меня ничего не меняется я их уже озвучивал до первую часть эфира с портфеля я скинул район 300 долларов и вторую часть я сказал что буду держать на район 500 долларов до 500 долларов мы здесь немножко не добили 488 дали 490 долларов увидели вот и следующая зона для фиксации она все еще для меня актуально то есть у меня сейчас 50 процентов в портфеле остался эфир я его не буду продавать буду продавать только выше 500 ну если округлять там ну не округлять называть диапазон это пока что предварительно я вам озвучил отметку в 530 долларов до 670 плюс минус в этом диапазоне я буду скорее всего скидывать абсолютно весь эфир который мне будет вот при повторном тесте посмотрю да если мы сюда придем то есть отсюда я уже буду либо скидывать по рынку продавать весь эфир который есть либо просто поставлю стоп лосс без убыток на остаток эфира с портфеля почему потому что но опять же мы можем сюда прийти показать какую-то очень страшную медвежью свечку с большим объемом на продажу на фиксацию данных монет крупным капиталом при таких сценариях скорее всего да я буду ставить без убытки ой не без убытки стоп лосса в какой-то профи то есть этот стоп лосс может быть в районе 500 долларов это стоп лосс может быть там районе 490 долларов и так далее если все будет окей органический рост и так далее то конечно от 530 до 670 здесь я точно скину весь эфир и буду уже ждать серьезного снижения да это снижение может произойти сразу может не сразу суть этого как сказать движение будет понятное дело ну как как сказать не касаться краткосрока да то есть на недельном таймфрейме разворот снижение будем смотреть неделю фибоначчи возможно даже месячную но об этом еще успеем в общем вести речь по портфелю я вам тоже повторил информацию здесь ничего нового я не вижу то есть эфир абсолютно все как было так есть ничего не меняется цель поднявки пока актуальна от района 519 долларов для продолжения восходящего тренда необходимо возвращаться за эту трендовую линию но для укрепления позиции покупателей я считаю что здесь принципиальную отметку играет нулевой уровень уровень последнего импульсного движения при проходе выше при закреплении в этой области при каком-то боковике возможно с квизами там в район опять же тех же 380 390 долларов но откупом за эту область ну я считаю что вот эта цель уже будет достигнута в принципе все по эфиру добавить больше нечего кардинально да а зона интереса показал это текущая 340 300 260 220 до ну 260 250 плюс-минус в этой зоне интереса и следующие покупки я бы совершал не ранее чем 200 ну чем 200 долларов за 1 литкой на эфир при снижении при не знаю что при этом должно случиться возможно байден победит на выборах возможно 2 волна более страшной пандемии так далее в общем неважно какой будет фундаментал для этого если будет разворот на эфире соответственно закупаться я начну только в этих диапазонах политкоин эфир а то что есть портфель я трогать не буду я об этом сообщал и ранее я буду держать на 500 долларов плюс в общем я думаю эта информация достаточно и ну больше добавить нечего эфир отбивается опять же от этой зоны дисбаланса которые уже разбирали и в сентябре да соответственно сейчас смотрим ничего абсолютно не меняется вот зона интереса вот отбои небольшие сделки с профитом либо соответственно средний срок если то хотя бы переводите без убыток либо с адекватным стопом при срабатывании стопа при срабатывании без убытка можете дождаться попробовать диапазон 260 долларов вот ну либо если будет движение вниз мы застрянем где-нибудь здесь то соответственно возврате я буду смотреть возможно и будет покупка по рынку то есть наперед я могу конечно звучит несколько сценариев но сейчас это не актуально потому что опять же но этого не произошло пока все еще восходящая картина восходящий тренд я бы не сказал что здесь что-то мега разворотное и мы пойдем сейчас куда-нибудь там куда-нибудь в ад да как это было в марте двадцатого года при вспышке того самого кризиса давайте перейдем дальше к следующим альткоином следующий альткоин который часто просит и в комментариях пишет и личные сообщения это кардана по кардана коллеги я надеюсь все довольны остались и в целом ростом да который показал данная монета и моими рекомендациями которые были даже в виде отдельных видео взоров по этой монете здесь рост состоялся довольно существенный на 400 процентов от лаёв марта двадцатого года поэтому здесь я думаю все остались довольны по кардана ну давайте я эту фибу пока что уберу покажу предыдущую локальную по кардана фиба отработала не так же как по многим другим монетам до на снижение от которое началось еще в августе двадцатого года здесь мы приходили зону интереса 27 это было на отметке 99 половина центов и идеально можно сказать цент цент достигли здесь цель 60 18 шартиста то есть зона интереса номер два это 77 ну 7 и 4 цент то есть отсюда сходили но эту фибу я не показывал телеграм-канале в открытом закрытом канале соответственно видео обзор был и эту зону интереса для откупа я также отмечал вот что сейчас ну это фиба уже не актуально отработало снижение давайте посмотрим фибу на рост текущую сейчас если кто-то из вас откупил карданов в рамках какой-то краткосрочной сделки то мы пришли в зону 27 то есть по фибе на рост у нас был импульс у нас была коррекция до зоны 50 уровня и здесь мы пришли зону 27 соответственно вы можете увидеть да то как мы отбиваемся как повышается объем в зоне сопротивления зона 20 уровня расширения это зона сопротивления на данный момент есть смотри фибу на рост сопротивление именно для покупателя поэтому даже на текущих ценах вполне справедливо фиксация прибыли опять же в рамках какой-то краткосрочной сделки ну и следующий диапазон интереса это 11 6 11 6 12 центов здесь можете также присмотреться к фиксации прибыли если у вас сделки имеют более краткосрочный характер также по кардана давайте вернемся на недельный таймфрейм точнее подойдем к недельному таймфрейму сейчас секунду вот недельный таймфрейм вот фибоначи самое глобальное который только может быть здесь по этой монете здесь мы от зоны 27 отбивались от зоны 27 отбивались здесь мы пришли к нулевому уровню то есть обновили хай про торговки от мая 19 года я сейчас все фибы наверное открывать не буду потому что это не основополагающая фиба для фиксации было да потому что мы рассматривали с вами и другие фибоначи сейчас секунду а к ним подойдем так секунду то есть была эта фибоначи где целиком и полностью отработала вот зона 27 зона 27 здесь коррекция 23 6 с пробоем 38 2 здесь отбились от зоны 27 и пришли ровно на фиксацию получается зону 78 6 зона 27 расширения понедельник это зона потенциального дна который отрабатывает как раз таки зону 78 6 61 8 14 половина центов про которую говорили ранее да и до этого всего падения 14 половина центов я вам указывал прошлых видеороликов для фиксации прибыли поэтому в целом все кто здесь дождались данную отметку я думаю они также остались довольны так и давайте посмотрим текущую недельную фибоначчи от лоев марта до хая последнее пульсное движение здесь на свечке от 27 июля двадцатого года сотый уровень на свечке от 9 марта двадцатого года то есть самый лой что мы здесь видим мы видим рост мы видим коррекцию до зоны 61 8 на недельном тайм-фрейме сейчас актуальной цели если недельку брать это 17 центов и 22 цента за одну монету вот эти цели я бы взял для фиксации более долгосрочных позиций если вы откупали кардана ниже 10 центов да и соответственно если вы будете откупать при проливе ниже давайте по зонам интереса пройдемся так по текущим зонам интереса так сейчас секунду эту фибу беру так но если вот брать вот эту глобальную фибоначчи зона интерес которая актуальна будет всегда это зона потенциального дна глобального дна она начинается от 7 ну даже от 8 центов я вам уже показывали однократно как я это делаю вот фибоначчи вот выше цифры ставлю верхний диапазон да и соответственно нижняя граница это зона 27 даже линия 20 мм расширения является нижней границы зона интерес а были другие фибы и вот здесь кардана я вам показывал да сходила зона 27 также это можно было по другим фибоначчи посмотреть сейчас речь не об этом будет скорее о долгосроке долгосрочная цель 61.8 это район 28 центов с с проколами возможно проколы сквиза в район 32 30 центов за одну монету если у вас есть практика удержания монет практика инвестирования в альткоины то соответственно ваши цели именно долгосрочные по кардана 2832 цента за одну монетку вот если совсем долгосрочный понятное дело что и вот эти хаи я вам показывал 14 половиной центов где можно было продать допустим часть кардана и при снижении откупать до возвращать себе монеты вот поэтому здесь но опять же мы сюда уже сходили в целом вот на этой свечке недельной о 21 сентября вот мы эту зону коснулись да вот поэтому все что ниже а кардана ниже получается 8 центов это выгодная цена для покупки а нижняя граница для инвестирования опять же 4 3 цента верхняя граница это 7 8 центов то есть вот это за основу для покупки можете взять будет возврат будет возврата соответственно я буду покупать если вы хотите это можете сделать на данный момент для роста необходимо выходить за нулевой уровень это пробивать 12 центов закрепляться выше данной зоны если не хотите долго ждать или будет рост допустим кардана вы фиксируетесь частями вы можете рассмотреть также для фиксации уровня 23 6 до 61 8 эти отметки у вас есть перед экраном вот эти отметки 18 центов 22 цента 25 центов да и соответственно уже за основу взять 28 32 цента как финиш на этом финише соответственно в последующем я планирую здесь рассматривать уже фибоначчи на рост как только эта фиба будет работа на весь потенциал потенциального на как только будет отработан соответственно потенциал хайов и коррекции мы увидим только здесь именно глобальную фибоначчи мы увидим только здесь поэтому если держите кардана я для вас показал все отметки все цели и показывал ранее да надеюсь все опять же повторяюсь остались по кардана довольны дальше давайте снова перейдем на краткосрочный более краткосрочный график на дневку так секунду так по трендам по фиба я в целом все сказал опять же для продолжения восходящего тренда если брать трендовые линии здесь их много но здесь есть уже парочка наверное актуальных но тем не менее когда необходимо выносить выносить все эти трендовые линии пробиваться и закрепляться выше 13 центов за один альткоин то есть это историческая трендовая линия которая идет вот этих лайов да соответственно касается этого восходящего тренда где мы здесь не смогли закрепиться но вообще закрепление было до наступил то самый то самое снижение коррекция по кардана вполне адекватная при которой опять же рост составил порядка 400 процентов вот снижение сейчас до 50 процентов принципе коррекция даже опять же в рамках процентовки была неплохая для откупа кардана вот поэтому для кардана смотрите за трендовыми я буду обращать внимание на пробой вот это нисходящий трендовый на возврат выше исторической трендовый проторговки в этом месте я считаю что рост будет продолжен и только после этого возможно достижение глобальных целей которые показал на недельном таймфрейме по зонам дисбаланса картина обстоит абсолютно таким же образом вот у нас зона интереса дневной блок вот он вот мы сюда пришли пока что отбились да первый отбой был еще ранее это было 7 сентября небольшой отскок в этом месте до зоны дисбаланса дальше более глубокое снижение и возврат то есть на данный момент эта зона актуальна все кто откупал кардана вы можете и стопы ставить если в качестве трейда но я бы рекомендовал здесь тоже не жадничать возможно без убытки возможно стопы с наименьшими потерями опять же если говорить о биткойне то какой-то глобальной коррекции все еще нет да вот плюс по зону дисбаланса здесь мы достигали район 14 с половиной центов про эту зону дисбаланса я тоже говорю записывал видеоролик своевременно поэтому вот эту зону вы могли видеть могли здесь спокойно зафиксироваться во первых и понедельный фибоначчи и по зонам дисбаланс ребят к этому сейчас возвращаться не буду видеоролик показывать где я показывал цель для фиксации прибыли тоже не буду вот первая ближайшая зона интереса для откупа она все еще остается актуальна если в рамках дня смотреть да это получается от ва от 9 центов до семи с половиной центов семь с половиной центов это уже плюс-минус зона интереса на недельном таймфрейме согласно зоны зоне 27 до который показал моментом ранее если здесь покупали либо будете докупать если мы вернемся в эту зону я бы уже докупал бы рассматриваю покупки как раз таки не раньше там пяти с половиной центов четырех центов то есть уже на нижней границе зоны интерес здесь можно будет рассматривать до кубку либо покупку даже если вы здесь покупали фиксировали на хаях но где нибудь здесь да и планируете докупать ада то еще раз повторяюсь я бы это делал не раньше чем пять с половиной четыре с половиной цента за одну монету не раньше вот в целом все по кардана цели выше есть и по зонам дисбаланса да то есть я вам их также показывал это выше 20 центов до 29 где 29 центов это как раз таки между двадцатью восьми и тридцатью двумя центами согласно самой глобальной недельки поэтому здесь в принципе все актуально все просто максимально я вам это показал и некоторую информацию повторил мне здесь добавить сейчас на данный момент я думаю уже я думаю уже нечего а подневки краткосрок тоже показал все давайте перейдем к следующей монете так следующий литкоин элс usdt давайте разберемся с этой монеты тоже максимально коротко по делу так здесь начнем с так где она секунду самый глобальный фибоначи на недельном таймфрейме который идет от хаёв восемнадцатого года сами все прекрасно видите я надеюсь да у нас было движение вниз слабая коррекция отбой от зоны 27 в этом месте до нулевого уровня отбой от зоны 27 здесь до нулевого уровня и сейчас мы все еще торгуемся в зоне потенциального дна элс дешевле 4 долларов за одну монету глобально это дешево это дешево зона 27 вообще не отрабатывал даже каких-то попыток здесь пока что не было большой диапазон накопления поэтому по элс ну в целом если в среднем брать вот этой зоны 27 первая цель я бы сказал не сказал бы я бы так и сказал бы да то что даже несмотря на то что здесь есть определенные хаи почему цель выше спросите вы все дело в том что при повторных хаях после проторговки да вот как это здесь было повторный тест нулевого уровня сулит в большей вероятности обновление хая и уход до следующего уровня следующий уровень 23.6 это 10 долларов за один токен эос то есть самая ближайшая глобальная повторяюсь цель на элс это 10 долларов за одну монету дальше самая глобальная это первая глобальная имеют цель самая самая глобальная это район 16 долларов за одну монету со сквизами возможно допускаемыми там район 18 долларов не задавайте вопрос когда это произойдет элс стоит топчется на своих минимумах не показывает какие-то серьезные движения вверх никто вам никогда не скажет когда позиции крупного капитала будут сформированы в полной мере да соответственно тренд поменяет свое направление вот и для того чтобы вам не покупать на хаях а именно фиксироваться вам необходимо понимать цели если говорить о глобальных то самая первая глобальная отметка это в районе 10 долларов 2 12 7 14 с половиной долларов ну максимально там район 16 долларов то есть каждого уровня fibonacci вы можете скинуть так сейчас секунду вы можете скинуть по доллару по пол доллара и фиксироваться то 60 18 это максимальная цель эос зоне 27 ниже 4 долларов дешево потому что это верхняя граница зоны 27 все ваши покупки здесь на долгосрок будут вполне актуальными на удержание вот если не хотите ждать обновление этих айов боитесь что мы допустим сходим на тест нулевого уровня да и снова отобьемся уйдем на какую-то коррекцию если у вас есть такие переживания то вы можете часть зафиксировать в районе 6 там с половиной долларов да но тем не менее это будет ну прям самое что ни на есть локальная очевидная цель то есть это этих а и я считаю что когда будем подходить к этим хаям возможно не с первого раза да но тем не менее нулевой уровень здесь вынесут поэтому опять же решать вам либо переводите в без убыток и спите спокойно если это инвестиция то покупать можно хоть с текущих цен вплоть до 4 долларов это будет вполне актуальна покупка после чего дождитесь цели и соответственно фиксируйтесь по локальной fibonacci от хаев июня 19 года мы тоже пришли в зону потенциального дна отбились да здесь коррекция изначально была зона 61 8 здесь отбились от зоны 27 вот и сейчас на данный момент торгуемся выше нулевого уровня то есть торгуемся вблизи нулевого уровня нулевой уровень это уровень последнего импульсного движения здесь оно произошло сентябре 19 года была слабая коррекция ушли не пробили нулевой уровень ушли на коррекцию потом зону 27 потом снова до 23.6 это если брать более локальную неделю фибоначчи ну и вот так сейчас секунду так это фиба так нет это фиба неправильно да вот предыдущую правильно не значит он здесь сделать вот это фиба да она неправильно а я возможно отметил но вот фибоначчи перед этим соответственно вот таким образом выглядит актуально фибоначчи от хаев июня 19 года здесь цель если говорить о цели это обновление вот этого хая уход выше 61.8 как раз таки район шести с половиной долларов это 70 86 зона 27 отрабатывает зона 70 86 поэтому 70 86 6 половиной долларов да и по глобалке мы с вами посмотрели недельный фибоначчи там тоже район шести с половиной долларов вот здесь да ну 692 погрешность необходимо учитывать поэтому опять же фиксироваться раньше шести с половиной долларов я вообще никакого смысла не вижу по инвестициям в эту монету поэтому если инвестировали покупали ждете хороший профит то пожалуйста запоминайте записывайте цели фиксируйтесь во всяком случае те цели которые я объявлял показывал своевременным по другим монетам многие были отработаны я надеюсь вы на этом именно зарабатывали они теряли вот потому что все опять же проговаривалась своевременно вот если вы будете покупать инвестировать своевременно то вы останетесь довольны если вы будете покупать на хаях коллеги то уж извиняйте конечно вы будете недовольны потому что покупка на хаях не сулит ничего хорошего что в долгосроке что средние сроки вот коллеги по элс все давайте более локальную ситуацию рассмотрим по этой монете так дневка трендовые линии фибоначчи торговой стратегии 80 на 20 по элс здесь фиба на снижение она отработала по большей части здесь есть импульсное движение вниз коррекция с пробоем вот здесь 61.8 то есть ну коснулись 61.8 ушли вниз да здесь у нас вот здесь была еще цель отработана зона 27 обратите внимание какой здесь был отскок и здесь мы все еще торгуемся в целом здесь это фиба уже не актуально я бы ее уже не брал за основу но как зона интереса она все еще подходит для покупок да то есть мы все еще здесь стоим элс у меня есть ниже текущих даже в качестве среднесрочной сделки не в качестве инвестиций докупать я планирую элс не раньше чем 2 доллара за одну монету по зону дисбаланса мы также стоим зоне интереса да соответственно зона интереса будет начинаться следующая зона интереса начинается не раньше чем 2 доллара то есть этого обновление вот этих всех лайов и уход куда-нибудь район двух долларов а глобально если вам интересно я опять же это скорее всего уже показывал вот у нас две зоны дисбаланса раз он из баланса два зоны дисбаланса здесь мы отработали первую зону это было еще в декабре 18 года здесь был повторный тест вот этой зоны дисбаланса от 17 года здесь ушли вверх а вот здесь мы коснулись практически цен в цент зона дисбаланса от ноября 17 года который очень четко ярко и легко определяется на дневном таймфрейме EOS USD. То есть вот здесь мы ушли при мартовском снижении ровно в зону потенциального дна, если говорить о зонах дисбаланса. Отработки здесь не было, вы видите, прекрасно. То есть самую локальную отметку брали в 3,5 цента. Вот здесь, когда мы EOS разбирали, я ее вам показывал. Но глобальные отметки начинаются куда выше. Первая среднесрочная цель район 5,5 долларов. Ну даже 5,30. И то это будет второй тест. Я бы не называл ее какой-то принципиальной при обновлении этих хайов. Но я бы сказал, опять же, 6,5 долларов. По зону дисбаланса опять же убираемся снова в 6,5 долларов, если вы заметили. Почему я пропускаю вот эту зону? Потому что здесь уже был первый тест. При повторном тесте, соответственно, вот эту зону я считаю, что будем обновлять. И как минимум, опять же, дойдем до 6,5 баксов. То есть первая цель 6,5 долларов. Вторая цель район 9 долларов 8,8. 8,7. А третья цель, но опять же здесь показывает район 12 долларов. Здесь высоковато. Вот это глобально, если брать. Но до 12 долларов, о таких отметках, если говорить, то я бы в первую очередь ориентировался именно на Fibonacci, который я вам показал моментом ранее. Так, следующая пара о Miss Go Dollar. Почему я ее разбираю, хотя не так давно был видеобзор, потому что, опять же, получаю много вопросов лично, сообщений в комментариях с просьбой разобрать данный лидк. Хотя то снижение, которое произошло, рассматривали этот диапазон цены вблизи нулевого уровня по недельной Fibonacci, если смотреть глобальную Fibonacci. ОМГ в целом, если говорить о более ранних движениях, отработал зону 27. Зона 27, ну, опять же, повторяю, уже начинается выше цифр 18. Соответственно, здесь можно было купить. И в целом заработать до 1900%. Со слагателем наклонения я лично не покупал, но этот альткоин один из самых, так сказать, сильно выстреливших, если можно так выразиться, согласно недельной глобальной Fibonacci. Здесь была достигнута цель номер 1, это 23,6. Почему цель номер 1? Потому что нулевой уровень опять, ну, уже тестировался, да, и при повторном тесте обновление хая это нормально. Это более предсказуемо. Цель номер 1, опять же, была 7, ну, 6,90. Цель номер 2 с учетом погрешности здесь была, ну, опять же, в районе 9, ну, 9 долларов, да, если там скидывать центов 70 долларов с этой цели, с этой цели, то в целом здесь можно было зафиксироваться. Я не покупал, вот, сразу скажу, но если бы покупал бы, согласно анализу, я уже сказал, да, то, что здесь инвестировать можно было. Вот, хотя у меня есть товарищ, который купил альткоин, да, на самых лоях, заработал кучу денег, но об этом сейчас не будем говорить. Поверил в OMS GO. Выстрел OMS GO, заслуга фундаментала, заслуга того, что USDT начали делать на блокчейне ОМГ, OMS GO, вот, поэтому в целом такой выстрел и получился. Коррекция до нулевого уровня. Обсуждали данный момент. Долларов 3, получается, зона интереса для откупа ближайшая. Вот, а вторая зона интереса здесь, согласно недельному таймфрейму, она не меняется. Это потенциальный тест, это район того же доллара, да, если брать глобально, если переходить на дневку. Давайте перейдем. Еще, опять же, 26 августа рассматривали этот основной блок спроса на дневном таймфрейме с краткосрочными, соответственно, как это называется, зонами дисбаланса, откуда можно было пробовать торговать, но с жесткими стопами, да, которые эти зоны пробили по факту. Ушли вниз, верхняя зона интереса 3,60, нижняя зона 2,40, тоже информацию уже повторяю, да, то есть это зона интереса. Ближайшая зона интереса на дневном таймфрейме. И зона дисбаланса, и нулевой уровень 3,02. Все, кто закупил здесь OmisGo, либо перезакупил, если вы продавали на хаях, если вам посчастливилось, да, купить на минимумах при мартовском снижении, либо при проторговке в июле, то, соответственно, здесь вы, возможно, купили часть. Следующую часть можно будет рассматривать для покупки не раньше, чем доллар, относительно трендовой линии, не раньше, чем, ну и плюс зона дисбаланса, да, не раньше, чем доллар 80, доллар 40, то есть при тесте вот этой восходящей трендовой линии. Это, опять же, трендовая линия определена на дневном таймфрейме. Так, на недельку цели, напоминаю, долгосрочные, совсем долгосрочные, да, потому что, опять же, здесь уже все произошло по этому альткоину, я думаю, диапазон накопления здесь будет все еще формироваться, да, мы рассмотрим сейчас краткосрок еще, но я думаю, что все-таки на недельке мы еще походим и походим прилично по времени ниже уровня 23,6, то есть ниже 7 долларов за один литкоин, прежде чем достигнуть следующей цели. Следующие цели на удержание, кто покупал, кто будет докупать, это район 11,3. И следующая цель, так, давайте Фибу приведу в порядок, секунду. И следующая цель, это уровень 61,8, который все знают, зона, да, то есть 11, ну 11,5 даже. Первая цель, линия 61,8, это 13,5 долларов, то есть это две цели актуальны на недельном таймфрейме, долгосрок. Я не считаю, лично мое мнение, я могу ошибаться, я не считаю, что этот литкоин завтра полетит на эти отметки. Да, я думаю, что будет еще восходящий тренд, но опять же в рамках, наверное, корреляции со всеми рынками эта монета может сходить и достигнуть эти цели. Какой нужен фундаментал и какой планируется фундаментал по этому альткоину для того, чтобы здесь был еще какой-то омега памп, но я не знаю. На мой взгляд, пока этих предпосылок совсем нет. Вот, поэтому по ОМГ глобально на недельке ситуация выглядит таким образом, то, что мы сходили к нулевому уровню, то, что проговаривали заранее, район 3 долларов подходит для покупок, для инвестиций в данную монету. Вот, и у вас, в принципе, все просто, либо с жесткими стопами, либо с риском определенным. Да, если за зону дисбаланса это стоп на 2.30, если готовы докупать, то я бы это делал не раньше, чем 1.60, ну даже доллар, 1.60 доллар за одну монету. Да, где-нибудь здесь. Ну, с доллара плюс-минус здесь начинается, опять же, влияние зоны 27. Сюда мы приходили, здесь в этом месте, здесь приходили, здесь немножко не добивали, но здесь круглая отметка в доллар тоже была протестирована. Поэтому те, кто инвестирует в эту монету, я бы, наверное, не рекомендовал инвестировать только в том случае, если вы готовы действительно ждать. Если вы этого не делали раньше, то, ну, опять же, не рекомендую здесь обращаться и верить в какой-то фантастический ту зиму до конца этого года. Ну, я не думаю, лично, опять же, мое мнение, я не думаю, что он здесь будет в этом году. Да, в следующем посмотрим. То есть, неделька выглядит таким образом, отбой от зоны интереса. Сейчас достигнуты две цели. 23.638.2. Коррекция глубокая до нулевого уровня. Это уровень последнего импульса на движение, где была слабая-слабая коррекция. Этим импульсом мы обновили глубину коррекции от падения 2018 года. Для откупа 3 доллара. Ну, 3.360, да, соответственно, 2.50-3.60. Можно так взять диапазон, потому что здесь дневной блок, я вам его показывал и 26 августа, и сейчас. Вот. Но второй диапазон, я думаю, это не раньше, чем доллар 40, доллар 50, вплоть со снижением до доллара. То есть я бы раньше не докупал. Цели озвучил. Верхние это 50-ый уровень и 61.8. При их достижении здесь я уже буду опираться на Fibonacci на рост, где можно будет определить 61.8 коррекции, да, и, соответственно, отсюда пробовать докупать на продолжение какого-то глобального восходящего тренда. Но эта история, скорее всего, возможно, и точно не в этом году. Вот. Пока на этом все по этой монете. Давайте перейдем к следующему альткоину. Так, следующая пара Tron USDT также просит регулярно рассмотреть эту монету. Прошлые запросы я удовлетворил обзором от 21 июля. Указал вам цель не в районе, а конкретно 4.8 цента. Связано с тем, что мы прижимались к нулевому уровню, если смотреть на недельный таймфрейм и связано с тем, что эта монета довольно неплохая для среднесрока, для долгосрока. Опять же, если копать и отношения основателей данного проекта с основателями, директорами биржи Binance, в общем, здесь вопрос с делистинговым вообще никакой не стоял, вот, плюс день рождения данного проекта и так далее. В общем, здесь помог фундаментал, пожалуйста, вот ваша цель. 4.8 цента. Все, кто смотрел тот видеообзор внимательно, да, и если вы прислушались к тому, что здесь можно зафиксировать прибыль, то вы зафиксировали спокойно прибыль. Мы дошли ровно, можно сказать, цент в цент практически до 38.2, до 50 центов. Отсюда ушли вниз, ушли вниз довольно серьезно. Сейчас торгуемся между нулевым уровнем и 23.6 на этом недельном таймфрейме. Следующие цели, они все еще актуальны. Долгосрочные, это 50 уровень, 59 центов, 69 центов, плюс-минус, да, 68 центов, можно взять за основу и рассматривают там при движении наверх сквизы вплоть до 80 центов. Да, и, соответственно, отсюда, скорее всего, будет разворот глобальный, да, или, ну, глобальный в рамках D1, скорее, в рамках недельки это будет коррекция. Отсюда мы уже будем с вами опираться на недельный Fibonacci на рост, дабы определить цели выше для восходящего тренда. Пока у TRX вообще вопросов ноль, все абсолютно отработало, все абсолютно заработали, да, кто заходил, держал монетку там, допустим, с 1.7 цента, рост, если брать с обзора, составил 180-190 процентов. На данный момент мы стоим посередине, уже повторяюсь, от нуля до 23.6. Хорошая коррекция это ноль, нулевой уровень, то есть в районе получается от 2 центов 2.1 до 1.7 хорошие цены для покупки, и второй диапазон для покупки это очередной тест зоны 27, зона потенциального дна, которая была отработана еще в марте 2020 года, да, то есть в этом месте. То есть если мы придем сюда, вот здесь я считаю, что можно докупать, вот, ну даже не 2.1, 2.2, 1.8 плюс-минус. Вот здесь интересно покупать. Хотя бы совершить какую-то первую покупку, да, и уже если вы здесь купите, остальное оставите на возможное, повторяюсь, не точное, не 100% снижение куда-нибудь зоны 27, повторный тест, да, то, соответственно, вот эти позиции, вот этот трон, который вы покупаете на этих отметках, я бы уже держал, опять же, вот до этих самых отметок, согласно вот этой глобальной неделе на Фибоначчи, да, это 50, уровень 61.8 и проколы. Ну, проколы я бы не рассчитывал, я бы, наверное, фиксировался бы раньше. Вот, во всяком случае, если вы зафиксируете здесь часть профита, часть оставить либо без убыток можете перевести, либо просто поддержите там на обновлении, возможно, хаев, там куда-нибудь уход в 1 цент, ой, точнее, в 10 центов, да, и вблизи вот этих 10 центов можете допродавать все, и уже на коррекции дальше будем рассматривать зоны интереса. То есть патрон вопросов абсолютно нет, все отлично, цель достигнута, все замечательно, давайте попробуем ее рассмотреть, ну, не попробуем, а давайте рассмотрим, так, более локальную картину. Так, сейчас, секунду, 3x. Так, вот 3x, трон у нас пробивал вот эти восходящие тренды в связи с этим ростом, да, то есть у нас была остановка в этом месте, коррекция, далее сквиз, связанная со стейкингом, с фундаменталом, здесь дошли до 38,2 на недельном таймфрейме, отбились и прошли вниз. Здесь был отбой от зоны вблизи нисходящей трендовой линии, я думаю, вы видите, да, давайте приближу. Вот у нас снижение, вот мы доходим до трендовой линии, отбиваемся, показываем коррекцию, ровно 38,2, отсюда отбились и дошли до зоны 27. Как я это делал на линк и атом, я вам показывал эти зоны интереса, так же я сделаю здесь. То есть если брать дневку, первая зона интереса, опять же, вблизи 2,4, 2 цента, 2 цента прекрасно бьется с недельной фибой, нулевым уровнем, сюда мы уже заходили вот на этой свечке. И следующая зона интереса уже вблизи, получается, цели, цель шортистов у этой дневной фибоначчи 61,8, это 1,3 цента за один альткоин. Зона интереса начинается от 1,5 центов до, ну, можно сказать, до 1 цента за одну монету. У TRX тоже все просто, то есть зона интереса в рамках недельки 2 доллара, 2,4, 2,4, почему взял 2,4, потому что здесь и трендовые линии оказывают поддержку, и зона 27 на дневке, и уже следующая зона, это не раньше, чем опять же 1,5 цента 1 цент за одну монету. Все, кому нравится данный альткоин, готовы откупать, можете это делать в этих зонах интереса. Ближайшая цель, если брать ближайшую цель на дневке, это коррекция, коррекция в зону 61,8, ну, даже до линии мы можем, в принципе, долететь здесь, это 4 цента за одну монету. Но я бы здесь взял даже не 4 цента, на самом деле, взял бы ниже, здесь уже довольно серьезный рост случился, мы можем обновить глубину коррекции, да, потом снова увидеть снижение, поэтому здесь без существенного диапазона накопления, вот если, ну, он не продлится до декабря, там, до середины декабря, а вот, допустим, будет сразу рост после вашей покупки, да, если вы здесь будете покупать, то я бы либо без убыток поставил при достижении 3,8, либо с 3,8 здесь зафиксировался бы, да, и уже, ну, подождал бы, соответственно, дальнейшего снижения. Но, опять же, если у вас более-менее краткосрочные сделки, вы практикуете, то рассматривайте 3,8, 4 доллара для фиксации прибыли более краткосрочной торговли на дневном таймфрейме. Да, если говорить о недельке, я показал цели, если говорить о дневке, то, соответственно, вот она зона потенциального дна, вот цель шартистов, куда мы можем сходить, да, соответственно, либо какие-то жесткие стопы в этом месте, соответственно, либо если вы покупаете с целью снижения до кубки данного альткоина, то я не вижу смысла этого делать раньше, чем достижение цели по этой дневке. На мой взгляд, вполне аргументировал. Ситуацию с альткоином TRX. Во всяком случае, все, кто заходил, либо держал эту монету, вы уже достаточно заработали прилично, да, поэтому 4,8 достигнута цель и, ну, на мой взгляд, откупать обратно на хаях смысла никакого, но здесь коррекция уже 47-50% прошла, поэтому как минимум сейчас это можно сделать, да. И уже второй ордер, либо вторую покупку руками вы можете совершить уже в районе полутора центов, одного цента за один альткоин и держать на цели на недельном таймфрейме. Во всяком случае, если какой-либо сценарий отработает, ну, не какой-либо сценарий отработает, если волатильность повысится на данной монете, то будут последующие видеообзоры с обновлением, с обновлением идей по альткоину TRON. Так, звук есть, проверил звук. Так, все, в целом мне добавить здесь нечего, давайте последнюю монету и на этом будем закругляться. Так, и последняя пара это V-Chain, V-Chain USDT. Начнем с недельного таймфрейма, скажу сразу, здесь больше риск, здесь неделька она уже отработала, мы сейчас посмотрим эту недельную Fibonacci, вот неделька, если брать от хаев, чего я не очень люблю делать, да, с момента листинга данной пары. Здесь есть последнее мульсное движение, на свечке 13 августа 2017 года, коррекция с пробоем 61,8, зона 27, зона потенциального дна и альткоин целиком и полностью отработал данную Fibonacci, отработал зону потенциального дна. Поэтому здесь необходимо быть максимально аккуратным после данного роста, формировать диапазон и накопления мы можем неопределенное количество времени, по большей части. Повичейн, почему говорю, отработал, ну зона 27, опять же, в рамках коррекции цель была зона 27 и в рамках отработки зоны 27 цель была зона 78,6. Давайте я приведу в порядок данную Fibonacci. Вот зона 78,6 начинается при пробой линии 61,8 в рамках знаний TS 80 на 20. Здесь вообще ничего, точнее вообще никаких вопросов не может быть, к Fibonacci. Дальше, по недельному таймфрейму, если смотреть, так, секунду, где у меня, вот, по недельке, если брать коррекционное движение, которое началось, ну оно еще началось с июля, да, с начала июля 20-го года, здесь была слабая коррекция, здесь был отбой от зоны 27, зона потенциального дна, получается, если говорить о нисходящей Fibonacci, если говорить о Fibonacci восходящей, то это зона для фиксации естественной прибыли, это зона сопротивления для покупателей, сюда мы сходили, это диапазон 2,2, плюс сейчас скорректировались, то есть не плюс, а сейчас на данный момент мы скорректировались зону 61,8, зона 61,8 начинается от 1 цента до 0,8 цента за 1 монету, цели актуальные, это зона 27 тест, глобальные 2,2 цента и следующая цель 3 цента за 1 монету, то есть вот сейчас актуальны вот эти две цели, 2,2 тест хаев, зона 27 и 3 цента за 1 монету, то есть выше нет, выше не могу показать, здесь история не такая продолжительная. Так, плюс, давайте перейдем на более локальную ситуацию, на дневке рассмотрим данную пару, я вам покажу, зону интереса выделю так, как я это делал на линк и атом в телеграм-канале трейдер 80 на 20, в описании будет ссылка. Так, где этот, сейчас, секунду, бьет, бьет, бьет. Здесь витчейн, так, сейчас, подождите. Здесь витчейн тоже долгое время, ну не долгое время, было время, когда он не хотел корректироваться, не хотел снижаться в зону интереса, зона интереса здесь выделяется таким образом, на дневке, это вблизи трендовых линий, вблизи трендовой линии Фибоначчи, то есть абсолютно такая же картина, как у линк и атом, ну если вы смотрели посты в телеграм-канале, да, снижение коррекции зоны 27, тут даже цель была зона 27, но мы немного здесь не добили, но зона интереса сразу предупреждаю, довольно не узкая, то есть это 1 цент, 1 и, ну сколько, давайте в пунктах назову, 10 400, да, и нижняя граница вблизи вот этой трендовой линии исторической, это 8 500, то есть даже ниже, следующая зона интереса по вичей начинается не раньше, чем 0,6, ну даже 0,7 цента за 1 литкоин, до 0,5 цента за 1 литкоин, ну в пунктах это 5 300, да, и соответственно 7000 пунктов, вот здесь, здесь цель шартистов 0,618, здесь проходит бывшая, можно сказать, нисходящая трендовая линия, да, которая на тот момент была актуальна, вот сейчас это зона интереса для покупки, то есть вот эти зоны, имейте в виду, можете принять решение по вичейн, то есть по вичейн, давайте итог короткий, здесь короткий обзор получился и короткий итог, риск здесь увеличенный, недельная фибоначи целиком и полностью отработала, глобальная цель была достигнута, больше здесь целей нет, каких-то на фибоначи на снижение глобальных, да, на коррекционное движение, по этой дневке коррекция состоялась, зону 27 мы сейчас с вами видим, в целом кто готов откупать, это 10 400, а 8 700 первая зона для покупок и вторая зона начинается не раньше, чем 6, ну да, 7000 пунктов, да, и соответственно до 5500 пунктов, то есть вот ваши две зоны интереса, вы можете рассмотреть покупку альткоина вичейн, если вам интересна данная монета, ну и соответственно удерживать я бы удержал до цели на недельной фибе, это 2,2 и в районе 3 центов за одну монету, кто верит в какое-то великолепное, грандиозное будущее по данному проекту, ребят, цель назвать не могу, это может быть и 1 доллар за одну монету, я не знаю, вот, во всяком случае вы здесь можете при достижении глобальных целей ставить без убытки, ставить стоп-лоссов профит, либо часть зафиксировать и часть держать на отработку какого-то фундаментала в каком-то глобальном обозримом будущем, в общем, пока картина здесь такая, здесь у меня такое же мнение, как и по ОМГ, я считаю, что здесь очень быстро куда-то мы не полетим, скорее всего будем формировать диапазон накопления до декабря, до января, вот, и только после этого с этих зон интереса, да, с этих зон интереса мы сможем увидеть с вами рост, но это мое мнение, не значит, что так и будет, вот, но просто после достижения целей глобальных, почему сейчас мы должны снова лететь куда-то там в небеса, но я пока такой причины не вижу, но я имею в виду без диапазона накопления, без какой-то остановки, флета, боковика, да, если говорить простым языком. Так, коллеги, по Вичейн все, не так много монет получилось, час уже идет видеоролик, вы его увидите под утро, я уже записываю время, у меня 10 часов вечера, вот, поэтому, откровенно говоря, устал. Обратите внимание на описание к этому видеоролику, можете ознакомиться с тем, что я предоставляю в закрытом канале, там видеообзоров больше, они такие же подробные, от Адая мы все делаем, раскладываем по полочкам, записываем и запоминаем, так сказать, зоны интереса, выделяем, цели выделяем, да, обратите внимание также на закрепленный пост в моем телеграм-канале, здесь вы можете ознакомиться с актуальными видеообзорами, которые актуальны на сегодняшний день, да, и, соответственно, с информацией в закрытом канале, со статистикой рекомендательных приватных видеообзоров по литкоинам за ТОП-30, в общем, все есть. Спасибо за внимание, всем успехов, пишите комментарии, оставляйте заявки, всем пока!